Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что смотрите, следите за ситуацией и разные аспекты вот этой несправедливой войны России против Украины, собственно, берете к рассмотрению. Генерал Романенко, сомненные связи прямо сейчас, Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Игорь Александрович, ну, с утра прям такие не очень оптимистичные новости с передовой. Я хочу, чтобы мы начали с ситуации непосредственно на передовой, потому что за политическими разными инновациями, за мобилизацией, какими-то заявлениями, визитами и, собственно, прежде всего, ситуацией вокруг Ирана и Израиля, мы, кажется, в информационном плане теряем нить связи с тем, что происходит на передке. Сегодня украинский военный паблик Deep State, картами которого все, собственно, пользуются и смотрят и могут отслеживать продвижение или изменение ситуации на передовой, сообщил, что российские войска захватили Богдановку, это возле Часового Яра. И, собственно, в пригороде уже там заходят группы, но выбиваются, да, из самого Часового Яра, это микрорайон Канал. Какая ситуация там? Вынуждены ли мы будем оставить Часов Яр? Какие силы и средства, собственно, необходимы? Военные говорят, что с БК проблемы. Что скажете и падение Часового Яра? Насколько значимо в противостоянии в Донецкой области? Часов Яра – это очень серьезный, важный пункт в нашей системе обороны. Если его потерять, то там открывается для противника перспектива на Покровск, почему они занимаются, собственно говоря, Часовым Яром. В свое время, работая в АТО, 15-й, 14-й, 15-й год, 15-й, 16-й, значит, работал в Часовое Яре неоднократно с нашей группой, которая занималась на то время беспилотными аппаратами, мы возрождали все, это одна часть крыла нашей группы, а вторая – противовоздушной обороны по беспилотным средствам противника, вот такая задача от военного института была в работе нашей группы, поэтому в Часовое Яре, Краматор, Славянский, по линии фронта, вообще на то время соприкосновения мы работали, и еще тогда было ясно, вот в системе обороны, значимость, а сейчас она, безусловно, возросла. Насколько сумели поднять потенциал, это оборонного пункта и системы обороны, но будет видно, если посмотреть на карту, то там такой образовался трезуб вокруг Часового Яра, вот на севере, это острие трезуба, это Богдановка, к сожалению, надо посмотреть, окончательно подтверждается факт того, что они захватили ее. Потом, вот по центру, то, о чем вы сказали, восточная часть, которая непосредственно в Часовое Яре, и южнее, это в районе Иванского, там по дороге, то есть с Иванского они ввелись в бои, вот они продвигаются, но там продвижения таких нет, как в Богдановке, на которой они сосредотачивали свои усилия. То есть, понимаем, противник спланировал эти действия боевые, и он осуществляет в связи с тем, что решается стратегическая военно-политическая для них задача захватить Донецкую и Луганскую области в границах административных, для того, чтобы и Путин этот, видно, выходить на переговоры, которых однозначно оставлять за собой Донбасс и Крым, а остальным можно торговаться в счет того, чтобы добиться того, что эти земли как бы отходят. Вот такая военно-политическая стратегия на ближайшее время от Путина. И, значит, союзники в таком подходе, в виде турок, Эрдоган заявляет, его пошатнулись, так сказать, позиции после выборов, экономика там в сложной ситуации. Эрдоган пробные шары делает по, значит, зерновому коридору, поскольку не удалось. Мы без них, без России, с Турцией это делали. Поэтому Путин тогда сосредоточил, раз не получилось что-либо, наши там предлагали, чтобы открыть дополнительные аграрные возможности, и начало действие порты, например, с Николаевы. Но там пока возможность, вот в Херсонской области, они не представляются возможным. На это они не пошли, включать их просто для того, чтобы повысить рейтинги и Путина у себя, на то время предвыборный, Эрдогану сейчас, после таких действий, это не наш был подход. Поэтому Путин бьет по портовым, по Одессе в принципе, и про портовым сооружениям, те, которые были, там надо, значит, конечно, заниматься противовоздушной и противоракетной обороны Одесского региона. Это знают союзники, известные заявления Макрона по защите Киева и Одессы. Так вот, возвращаясь, скажем, к частному Яру, значимость этого понятна, и очевидно, они сосредотачивают здесь резервы. По резервам, ну, во-первых, они собирали их с конца прошлого года, и, к сожалению, достаточно для того, чтобы продолжать свою стратегическую наступательную операцию по настоящий момент. И здесь хотелось бы обратить внимание, потому что какие-то пацифистские во многих, особенно политические, в том числе, деятелях у нас внутри, связанные с законом про мобилизацию, возникало. То есть в законе про мобилизацию больше, так сказать, разговоров было про демобилизацию. А все надо начинать с утра и целый день, понимая, кто хочет вникнуть объективно на то, что противник наступает. Это по-разному можно характеризовать, что там тактическое продвижение и так далее, но в целом, еще раз подчеркиваю, это выполнение вот этой задачи, позахватывать области, потом в таком вот стратегическом ключе торговаться, и они это реализуют. Плюс говорят, значит, пропагандистки о том, что могут, ну, это как можем пойти на Берлин, да, и на Киев пойти, и на Харьков. И вот, если с Киевом, в общем-то, сложно, они проверяются, в том числе и с новыми ракетами типа Циркон, то по Харькову средств, особенно противоракетных, не хватает и не хватает. Это средства, которые бы могли бороться с нанесениями с их стороны ударов со своей территории. Границы очень близко. Нам надо такого рода средства иметь и их применять. В связи с этим, значит, конечно, борьба будет очень серьезная на направлении Часового Яра, но не только это касается и Авдеевки боевых, это касается Лиманское направление, Терны, Ямполевка, вот, Марьенко. Значит, если угледаров в лоб полтора года не могли взять, атаковали с разных там направлений, то теперь, значит, замысел сводится к тому, что отшлить это таким охватом с северо-востока от Марьинки и зайти в тыл группировки Угледарской. Ну, то есть, это прием, известный для россиян, в лоб. Они видят большие потери, там хоть говорят, что считается, не считается, но они реализуют мобилистинные вопросы свои. То есть, с 1 апреля призывают срочную службу, а у нас в мае мы будем свою срочную службу увольнять. Ну, очень логичные действия, с учетом того, что они наступают, а мы обороняемся. Они наберут 150 тысяч, потом где-то в глубинке готовят еще свои 8 дивизий, 120 тысяч. И дальше идет разговор в зависимости от того, насколько будет им удаваться продвижение. Путин там не остановится, там частично мобилизация, либо как угодно это дело обозвать, но свои вот эти процессы пополнения вооруженных сил у него проходят постоянно. И вопросы системы, скажем, мобилизационной принятия такого количества, срочная служба же идет, там тоже порядка на 150, но они уже, в принципе, налагодили, налагодили, отработали эти вопросы с призывом. И поэтому, вот с точки зрения людей, у них такие возможности есть. Ну, и по остальным параметрам известно, что у них есть превосходство в ракетном вооружении, авиационном, артиллерийском, боеприпасам и живой силе. То есть, основные компоненты потенциала, они нас превосходят, поэтому, а у нас не выполнено домашнее задание ни с начала войны, ни в прошлом году, ни в этом году. То есть, ну, вот многотрудно там через 4 месяца, потому что с разговорами в законе про мобилизацию больше всего модный и рейтинговый, значит, обсуждение вопросов демобилизационной, ротационной, хотя человек военный открывает, или не военный, открывает букварь военный и видит, что мобилизация проводится в широкомасштабной войне, исторически в любом государстве, и украинской что-то новации здесь не проходят за счет того, что надо концентрировать, собирать ресурсы. Да, Игорь Александрович, я хотел отдельно поговорить по теме мобилизации. Давайте я несколько вопросов по передовой задам, и мы, безусловно, обсудим этот момент, потому что он сейчас очень волнует всех, да, вот всех, начиная там от кухонь каких-то, ну, и трамваев, да, с ЦКшниками. В общем, это действительно важная тема. Но давайте все-таки по фронту. Понятно, угледар заход. Хорошо, угледар, вот здесь такая ситуация. Южнее это Бердянское, в Запорожьской области, Бердянское, Мелитопольское направление. На Бердянском, значит, вот этот Времеевский район называется, где идут бои, где у нас там позитивный момент, вокруг урожайного наши силы нанесли, провели контратаки противника, потому что вот в Запорожьской области Времяевский выступ и Работина и в РБВ. В РБВ, к сожалению, противнику удалось захватить. И по Работиному, значит, там тоже концентрация войск, действий, и там, так сказать, ну, отдельные элементы еще наши удерживают в этой системе обороны. То есть тут вот такого рода действия, и, в принципе, противник хочет вернуться на старых позициях. Это же направление, где мы пытались проводить как-то наступательное действие. Что касается херсонских плацдармов, держится очень тяжелая, скажем, логистика в поддержании, поэтому из там последних сил в районе Крынок, но там есть и другие плацдармы, поэтому по этим плацдармам морские пехотинцы в очень сложных, тяжелых условиях удерживают эти плацдармы, а задача противника выбить, они тут концентрируют свои силы, и ситуация там тоже непростая. А какой смысл военной стратегии? Вот смотрите, эти плацдармы, эти Крынки, да, они уже, ну, сколько месяцев на слуху, и ничего не происходит с точки зрения, ну, какой-то стратегии, да, вот каких-то дальнейших решающих действий. Какой военный смысл там находиться, вот столько времени? Хороший вопрос. Он заключается еще и в связи с тем, что херсонское направление, это аж четвертое направление по прошлому году, когда планировали проведение поступательных действий. Вообще-то ресурс собрали на одно направление, и то, не обеспечив соответствующим образом, ни по личному составу не было реализовано мобилизации, не, значит, союзники не поставили своевременной в полном объеме техники. Но так или иначе, вот хотя бы на одно направление, и знаете, какое-то было направление именно херсонское, но противник узнал, так сказать, о наших этих планах, и это было очевидно, что все равно это направление на юге будет, а теперь была конкретизация херсонского направления. Чтобы сразу и на отпуск, и надолго ликвидировать реализацию таких наших планов, подорвали плотину и залили. То есть самые перспективные, с перерезанием сухопутного коридора между Крымом и Российской Федерацией объектовой, так сказать, таким образом, что оставалось? Оставалось в Запорожской области мощная оборона, которую построили россияне, прям по классике, минирование и все, что, и резервы, и противотанковые, и противопехотные, и все остальное там было. Это на Запорожье, Бердянское, Мелитопольское направление. И наши открыли, так сказать, бахмутское направление. Оно с точки зрения военного на то время, если стоит одна задача, и силы только на одно направление, и причем перспективное направление закрыли россияне, затопив его, и остается, значит, наступать на мощную оборону и открывать еще бахмутское, ну, мягко выражаясь, что это было нерационально, и это был вообще политический выбор, как бы в этой ситуации. Так это было, значит, два на Запорожье, одно бахмутское, и осенью открывается четвертое, херсонское. Очень сложные плацдармы, логистика через Днепр и так далее. Ну, на мой взгляд, видно, что это, ну, мягко говоря, нерационально. Хотя идея, если бы были силы, да все это было бы замечательно, и дополнительно бахмутское действие в Запорожье, если бы были силы. А силы были на одно направление, а его, этот ресурс, разобрали на четыре, и нигде не достигли. В Запорожском первые линии, вот это тоже, о чем мы говорили, временский выступ и вот этот зуб, который, так сказать, удалось захватить, Работина и Вербове, фактически они сейчас уже отбили эти позиции. По этим там еще есть территориальные, однако вот так. Вот, бахмут мы видим, значит, то же самое. Мы уже говорили там о Часове, Яре, то есть тоже, так сказать, это восстановили, это усилие как бы, ну и потом даже, условно говоря, если бы был взят бахмут, дальше перспективы, ну, были такие, с военной точки зрения, под вопросом. Ну и сейчас плацдармы, с военной точки зрения, были бы силы, конечно, надо отодвинуть от Херсона. Вот, когда захватили, только минометные расчеты были отодвинуты, минометными они уже не доставали там Херсон и так далее. А артиллерии как доставали, так и дали. И они сосредоточились и используют свою по-прежнему авиацию артиллерию, могут. Вот, а сейчас вопросы, и у нас некоторое время было, что, конечно, для чего делаются плацдармы? Для того, чтобы потом, используя их, нарастить усилия на этом направлении. Абсолютно нормальный рациональный подход. Однако есть одно оно, при наличии сил. Мы в прошлом году ресурс на дно, уже в июле натовцы говорили, что при таком использовании не достигнете результатов. Итак, по Херсонскому направлению, одно, во время, значит, проведения контраступательных действий, наиболее перспективное, россияне залили водой. На два направления, Бердянская и Мелитопольская, там, значит, очень мощное укрепление, систему обороны россияне построили, поэтому силами, которые у нас были, бесперспективно было атаковать. И бахмутское направление, но, я бы сказал, больше политическое, потому что, с учетом того, что если бы даже взяли, а дальше перспективы этого, то есть оно, ну вот, расценивается специалистами, зарубежными в первую очередь вот так. И там занимался президент с генералом Сырским. И тут открыли еще четвертое на вот то, ну, то есть, конечно, там, если бы было, так сказать, по-сухому, и все как спланировано, но это мы, наши планы, то как раз надо было сконцентрироваться на вот этом, перерезать коридор, и вообще держаться одного херсонского. Но так не получилось, и так не действовали. И поэтому ресурс таял на одно направление, его растягивали на три, рассредотачивали, и еще добавили четвертое. То есть, нигде на этих направлениях не достигнут был результат. Более того, надо было уже в июле останавливаться, было очевидно, что результата не достигается, надо было отказываться от этих действий, переходить к стратегическому уровню еще летом. А поскольку осуществлялись попытки дальше продолжать какие-то действия, в основном с военно-политических подходов, то это позволило врагу, противнику сосредоточить свои силы и по всем направлениям перейти, не потому, чтобы мы подготовили оборону, как было бы рационально, и там тогда вот эти фортификационные сооружения, то есть уже с июля надо было строить, а начали в начале этого года. Это вот такого рода ошибки стратегического, я бы сказал, плана. А какая роль сейчас скрыть рынок? Значит, ну это надо принимать на месте. Если удается, то есть они, значение их остается, что если мы будем иметь перспективу, и там есть как бы действует, то сплат с дармом, потому что в дальнейшем тогда придется снова их занимать, это очень тяжело, это потери и все прочее. Или отстаивать, если есть такие возможности по ресурсам, ну я не могу сейчас сказать, значит, надо взвешивать, как обходится и чем логистика этих плацдармов, сейчас и поддержание в таком состоянии хотя бы, или тогда принимать решения по их дальнейшему. Вот, это в зависимости от сил. А силами у нас достаточно сложно, статистических резервов мы видим нет. Вот, ну вот, значит, на тактическом уровне где-то собираем, типа вот на урожайном перегруппировали, что-то собрали где-то, провели даже организацию атак. Ну это же проявление того, что оборона, стратегическая оборонительная операция наша должна иметь активный характер, и вот это бои вокруг урожайной, успешные для силы обороны, есть подтверждение этому. Но это вот случаи небольшие пока есть. А почему? А потому что на это нужны силы и средства. Там, Игорь Александрович, мы так вот пошли с вами по часовой стрелке, давайте тогда, ну, кольцо это замкнем, Запорожская атомная электростанция. Сегодня сообщили, что там обесточен блок, там холодный режим работы станции, и, собственно, там всю неделю, там даже больше, полторы, наверное, идет вот эта вот, ну она такая больше информационная, но тем не менее, ситуация с обстрелами. Украина говорит, россияне стреляют, как бы нас пытаясь обвинить, россияне говорят, мы там пытаемся атаковать, но если атаковать, то, в общем, смысла атаки непосредственно блоков, там, да, вот хранилищ, ни у одной, ни у другой стороны, ну, стратегических нет, но тем не менее это происходит. Есть ли какие-то перспективы военные у направления Запорожской атомной? Я не совсем с вами соглашусь. Смысл есть стратегический, военно-политический для Путина, и он заключается в том, что надо периодически активизировать, что он и делает, пропагандистскую ситуацию, причем мировую, не только для внутреннего, там, глубинного народа, это отдельная тема, выборы прошли, он там на это особенного внимания не обращает, а вот в международном плане, да, это борьба очень серьезная, они вкладывают серьезные деньги, миллиарды на это, и раньше, и сейчас особенно, по направлениям эскалации и ядерной угрозы. Все, это относится и то, и другое, таким образом, если показывать, что бьют эти нацисты, там, как они называют, это дело такое украинские, по элементам станции, значит, надо показывать, что они подрывают безопасность ядерную мировую, вот какие не до государства, не до нации и все остальное. То есть, с точки зрения российской пропаганды, очень все это, это внешнеполитическое российское нарративы и реализации, а теперь экономические. Разговор идет о том, что они там есть в холодном, но они хотят перевести, вообще включиться, перевести в рабочее состояние и, значит, использовать эту генерацию, это мощнейшая ядерная, на шесть там блоков, станция на всю Европу. Вот и очевидные подходы, Путину это... А на Европу продавать электроэнергию? Ну, во-первых, использовать, значит, там могут продать все, что угодно. Энергия – это те же деньги, только, так сказать, в определенные, там можно конвертировать во что-либо и получать. Поэтому выгоды, если это случится, очевидные для Путина, и он реализует эти. А потом, значит, а каким образом реализовать это уже, можно самим себя... Это что, первая позиция, когда они сами себя обстреливают, уничтожают свою авиацию, ну, чтобы не показывать что-то украинское, да, сказать на... Фрэнди фаер, то есть сами себя, вот, ну и так далее. Поэтому здесь все эти действия – это продолжение, то есть утихает, им же надо поддерживать в тонусе своих апологетов по различным государствам и пугать народ этих государств, наших союзников, руководства. Вот, Германия показывает, какие, если будет Таурус, какие мосты они побьют, там и все остальное, например, фотографии присылать, и какими своими ракетами они это будут с Германией делать, ну и по остальным государствам проходиться. Они работают на упреждение, это такой очень серьезный принцип военный, он объективен, если его реализовывать, он работает. И Путин, насколько может, это делает. Вы посмотрите восприятие, там, Украины и действия в Европе. Оно меняется и не в нашу сторону, к сожалению. Вот, потому что россияне используют все, они устремлены в мир за счет того, что это же план Трампа. Все, отдайте землю, отдайте Крым, Донбасс, и как минимум, а потом еще они заводят референдумы. Я, когда со Скобеевой до войны, они там все-таки у меня там каждый месяц, а потом раз в полгода выходили, я говорил, что я там выступлю, если меня, значит, я хочу иметь там 5-7 минимум времени выступа, когда там, она соглашалась, я выходил, и они там уже, ну, 5 минут максимум, потом захлопывание, за то, за все, потому что мне не соответствовало. Так вот, я говорил о том, что они говорят, вот референдум, она, по Гогистке, еще тогда, в Крыму, например, там на землях, я говорю, слушайте, нам надо зайти на Кубань, пускай там все будут украино-кубанские россияне, вот, через 5 лет мы проведем там референдум, и все будет окей. На веки веков, в Кубань, в свое, зайдет, как Крым, куда там корабль заходит, до 40-го года, значит, а потом в 40-м году провести референдум, и, значит, посмотреть, куда же они там хотят, кому примкнуть. Ну, то есть, это абсолютно очевидная такая стратегия, экспансия, то есть, имперское государство, оно не может жить без войн, оно не может жить, это же классика, историческая, мировая, не может без захватов, что реализуется? Путин, яркий представитель, значит, лидера, руководителя такого государства, исторически царская Россия, тюрьма народа в Европе. Если кто забыл, посмотрите историю, как то умные люди того времени характеризовали действия царской России, позднее там союза и так далее, нынешней России тоже. То есть, там, на мой взгляд, все это достаточно очевидно, и Путин, значит, концентруется на проведение вот этой информационной войны, она очень важная часть войны ширкомасштабной. Да, вы о Кубани заговорили, но мы же... Я хотел бы поправить, это моя любимая пропагандистка в лапках, женщина России, значит, как ее... Ах ты, Господи, с которой дискутировала, и они там, они показывали роль и значение, о чем разговор, они референдумами приводили, и тогда мы вышли, значит, со Скобеевой, Оля Скобеевой, вышли на Кубань, я говорю, так все, я как военный науковод, говорю, давайте проведем такой эксперимент, зайдем 5 лет, через 5 лет все будет окей. Ну, понятно, то есть, пропаганда работает, сейчас она, значит, занимая позиции, иногда я что-то смотрю, не целенаправленно на все-то, и она говорит, ну, мы шли на цветы, на транспаранты, на встречу, а там мы встретили людей, просто, которые ненавидят, значит, наши войска, и вот какое отношение. Ну, во-первых, не все ненавидели, и сейчас мы видим, значит, кто там как-то, ждуны где-то там остаются, и здесь надо продумывать решения, связанные с тем, как относиться к тем людям, которые так себе, гражданам Украины, то есть должна быть, на мой взгляд, юридическая ответственность, закона, за такую линию поведения, вот, а в большинстве они нас убивают, это еще как Голдимире можно вернуться, как можно общаться с людьми, которые пришли себя убивать, то есть, ну, это да, и действительно, даже те, кто, кто более-менее был там трезвомыслящий, понимал, там, Россия, Украина, после вторжения, после того, когда зашли войска, они резко изменили свою точку зрения, перешли на украинский язык, и вообще просто, ну, это правда, это исторический перелом, действительно, вот это вторжение, тут как бы безусловно, но мы о государстве еще немножко позже поговорим, я говорю, за Кубань вспомнили, Игорь Александрович, давайте честно, ну, вот как генерал, а чего мы добились в Белгороде? Вот этими заходами РДК, вот этими, скажем так, ударами? Я отвечаю, вот, если смотреть, что же у нас происходит на карте сейчас, то это бои вокруг Купенска, например, ну, во-первых, этими российскими добровольцами рейдов этих, ну, на Курскую, хотя там им быстро удалось, так сказать, восстановить эту ситуацию для себя в российских интересах, а вот с Белгородом, значит, во-первых, те войска, которые они там собрали, им недостаточно было, чтобы противодействовать вот этому рейду, и это значит, что эти войска, близко расположенные к фронту, они не могли использовать, это на начальном этапе, а потом, значит, боевые действия свелись к тому, что они вынуждены были с Купянского направления снимать свои войска с фронта, на всякий случай, и перебрасывать вот туда, в Белгород, для того, чтобы там застабилизировать свою ситуацию. Это с военной точки зрения, а с военно-политической известное, что, понимаете, и глубинный народ не воспринимает эту войну, вот эту операцию, да, специальную, и теми потерями, даже 450 тысяч на, там, 14 миллионов, оно серьезно не ощущается, тем более, они проводят политику меньшинства, которые в экономических сложных зонах они в первую очередь используют, поэтому в таких конгломерациях вокруг Москвы и Санкт-Петербурга такие значительные, стараются меньше заводить, потому что это все для них чувствительно, поэтому они не ощущают эту войну, а это неправильно, когда государство воюет, это объективные законы, стратегические ведения войны, надо влиять на граждан, почему какие-то нанося удары воздушные, преследуя какие-то цели, бьют по нашим военным объектам, в последнее время энергетическим объектам, они никогда не забывают морально-психологическое давление на наше население, они же это понимают, они же не с неба упали, и говорить, что все время пытаться отдельными средствами информации, что они такие дурные, они там неспособны, это неправда, у них есть там разные, достаточно профессионально подготовленные люди, и мы видим, как они сделали выводы из ошибок начала войны для них, и они продвигали, перевели свою экономику еще в прошлом году на военные рельсы, и вот эти очень сложные противостояния, даже там, где мы имели приоритеты, например, по беспилотным летательным аппаратам, там, позапрошлым году, в прошлом году они нас догнали, перегнали, и сейчас идет такая интеллектуальная борьба, а нам вести с ресурсным государством это делать очень сложно, особенно в условиях, когда вот такую помощь оказывают наши союзники, особенно наиболее потенциально, так сказать, сильные, как американцы, сформировали окно возможностей для россиян, полгода уже открыли, и россияне его используют, это окно возможностей, они наступают, вот это очевидно, поэтому эти действия, они имеют место, имеют разные факторы, и они сработали, поэтому можно, удары по НПЗ, 14% как бы повредили, однако уже цены на бензин подскочили, на дистоплива нет, у них там есть прокладка экономическая, а вот на бензин уже подскочили, уже они покупают в Казахстане 100 тысяч, но это была опровергнутая информация премьер-министром Казахстана или зампремьера. Казахстана заявки, хорошо, то есть намерения они сразу закрывают, потому что влияние того же Китая или там той же Америки, Америки, Китай, вот той же Америки, что вы же смотрите, в этом смысле, то есть заявка такая была, а то, что они приостановили, это другой разговор, а тенденция показывает, что для них проблемы уже по бензину, хотя... Вышли американцы, говорят, нельзя бить, это гражданские объекты. Я понимаю, конечно, конечно, об этом и разговор. Американцы, я здесь напоминаю исторические факты, которые заключаются в том, что в 43-м году в Касабланке встречался Русвитт и Чечен, и когда перед высадкой в Нормандии на следующий год военные там же сказали, смотрите, будут очень большие потери, если мы не снизим потенциал люфтваффе немецко-фашистской. А каким образом? А военные ответили, надо бить по определенным цели. По каким? И сказали, это по горючно-смазочным материалам, заводы, там у них по искусственному бензину на то время проблема, потому что, в принципе, это первое. Второе, по заводам вооружения, особенно те, которые выпускают авиационные, ну, авиацию, самолеты, это второе. И третье, по самолетам на аэродромы, бить по аэродрому абсолютно. То есть надо до высадки вот эти все направления и бить по этим целям. Вы не видите аналогии? НПЗ, да, заводы по вооружению и самолеты на аэродромах, это те задачи, которые выполняют сейчас наши силы обороны Украины. А почему? А потому что есть объективные законы ведения войны. И это было хоть в 43-м году, да, и они выполнили эти задачи и обеспечили там, ну, с потерями, ну, не такими, как могли бы быть, скажем, эту высадку. Так и здесь. Знают военные об этом? Конечно, знают, но над ними давлеют, давлеют политически. Остин хорошо представляет и Браун тоже самое, глава комитета штаба, Остин, министр обороны, эти вещи. Раньше они говорили так кулуарно, что нежелательно. А сейчас официально Остин сказал, что да, мы формулируем такую задачу. Но тут очень просто. Вы считаете, но мы видим, так сказать, перспективы в такого рода действия на объективных законах. Если вы так считаете, по НПЗ, хорошо, у нас, может быть, будут оставаться заводы и самолеты, потому что это все бьет по нам ежедневно. Татарстан, это шахеды, остальные там заводы, ну, понятно, и самолеты, которые несут ракеты, значит, которые запускают, а здесь мы можем бить по складам, например, уже на оккупированной территории. Дайте Атакамсы, дайте разрешение, разрешение, все готово. Вот там Каволи выступал и объяснял, почему как бы задействуется, просто это отдельная, может быть, тема и требует, почему задержки, как они объясняют, какая там аргумендация. Знание английского языка до смешного доходит. вот, и то, что части пилотов, как бы не все сразу пришли с МиГ-29 и перешли, потому что у них, во-первых, сложно с одного самолета на другой, а что, война, в принципе, это не сложно, хотя ее осваивать, я знаю, так сказать, беседы, это американская пропаганда, наши летчики иначе воспринимают эту ситуацию. Вот, вот такого рода, значит, аргументации сложно переходить, потому что вот надо по-английски изучать, да это давно уже освоено. И вопрос в том, что у нас не хватает летчиков. И здесь, ну, во-первых, это искусственное все это объяснение, вот, и оно началось к концу прошлого года, то есть вполне могли начинать поставки к концу прошлого года. И сейчас все эти перенис, абсолютно искусственные, они здесь ждутся на их подходах, связанные, не допустить эскалации, в данном случае, одно ядерное направление мы объяснили, а это второе, не допустить эскалацию. И сейчас даже на начало лета, сначала, теперь уже вынужден был наше военно-политическое руководство, оно вынуждено говорить о новых сроках, потому что американцы таким образом формулируют эти посыпки. Уже нас, министры, нас делали, да нет, но вот, скорее всего, к середине лета уже все это будет осуществляться, уже не знают, чем аргументировать. А надо не чем-то за американцев, пускай они у себя эту информационную пропаганду по избирательным проводят, а мы здесь четко видим, что происходит. Это искусственно, теперь даже на что они пошли? Тот же Коволь объяснял, что мы даже подготовку не осуществляли, то есть они отнекиваются теперь даже от подготовки, то есть они не давали свои самолеты, это европейские все страны, и модернизацию они европейцы привели, и обучение в Румынии, Дании, Нидерланды, там все, и все это подготовлено. Но выносили в начале этого года, датчан сказать, что сразу аж на полгода как бы перенесли реализацию это действие американцев вот в этой связи. А теперь они бросили, что тестирование проходило не обучение, значит там, национальной гвардии, базе авиационной, а это тестирование прошли, не более того, американцы к этому, это как абрамсы, поставили там пару десятков, а перед этим сняли броню, то есть украинцы, вы мужественно там бейтесь, но броню вам она лишняя, потому что, а вдруг россиян обидеть, то есть их алгоритм действий не дать проиграть, к сожалению, Россия, американцы, мы видим. А по отношению Украины они, значит, перешли к помощи, чтобы Украина не проиграла, не проиграла, да, помощи, которая и то была приостановлена, а сейчас на словах хотя бы, помощь, которая заключается в том, чтобы Украина не победила, и по Ф-16 мы это видим. Так вот, Остин предложил, дайте Атакамсу, снимите запреты на Ф-16 и не мешайте Швеции дать нам гриппины, потому что надо ситуацию менять просто качественно, надо менять, такая возможность в этом есть, уже подготовлено. Нет, они на это не идут. И когда, значит, приезжал помощник Байдена по безопасности, ему задавали вопросы по Атакамсу. Нет, 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 давайте поговорим там пессимизм, оптимизм, переоптимизм в прошлом году, пере пессимизм в этом году, значит, ну, все это, так сказать, в разговоре, в пояснении о конкретной помощи, окно для россиян открыли, россияне, как всегда, с руками и ногами туда залезли в это окно и достаточно эффективно используют, поскольку продолжается стратегическая, наступательная операция российской группировки власти. Игорь Александрович, тоже нужно понимать, что есть такое выражение «дорога ложка к обеду». И многие военные аналитики, я думаю, вы тоже встречали это мнение, говорили, что эти F-16 вот сейчас уже, вот сейчас, ну, кардинально и, как выразились, качественно, уже вряд ли могут что-то изменить, особенно в тех количествах, о которых там сейчас просто ведутся разговоры. Они нужны были, эти самолеты, ну, условно, полгода назад, вы действительно, вы правы, тогда, когда вот зашел вот этот разговор, тогда бы, возможно, что-то поменялось. Ответаю на это, это российский нарратив, несоответствующий действительности, поскольку, значит, самолеты эти универсальные, даже поколение, к сожалению, такой средней модернизации 4+, и вопрос не к ложке к обеду, когда мы проводили код наступательный, они должны решать две задачи, это повышать потенциал системы противовоздушной обороны, они успешно могут действовать по средствам воздушного нападения противника, так называемых аэродинамические цели, это самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотные аппараты, сейчас, вчера, завтра, и так далее. Это абсолютно актуально, чего у нас не хватает, и в борьбе с теми же самолетами Су-34, которые используют капы, ну и так далее, можно произвести отдельную тему. И, кроме того, поскольку это самолеты универсальные, с их помощью можно наносить удары, как легкий штурмовик по наземным целям. Поэтому это объяснение американцев в духе российского нарратива для того, чтобы не давать добро. Вот это одна из аргументов, которые они уже с конца прошлого года, ну, пытаются пояснить ситуацию, я вам как специалист, спортивные по противовоздушной обороне, а истребители, есть дальняя рука противовоздушной обороны, которая встречает средства воздушного нападения на дальних постов, в любое время, в мирное, начало, в войне, в конце, ложка к обеду, после обеда, на завтрак, я вам говорю однозначно, что это необходимо, однако это является, значит, одним из средств, пояснение, почему это не дает. Не более того. Понятно. Давайте замкнем кольцо, все-таки Харьков, ну, смотрите, до вот этих атак и рейдов в Белгородскую область ударами, фабами, кабами, да, по Харькову не было. Были прилеты, там, С-300 применялось, ну, а сейчас как-то вот, они прям вот очень участились, и идет, собственно, ну, такие, серьезные процессы, уже там политически говорят, это выжженная земля, собственно, ну, чтобы убрать оттуда население. Харьков, понятно, людей меньше, но Харьков не уезжает, люди наши остаются у себя, потому что, ну, давайте так, да, в Харькове полмиллиона переселенцев было, ну, за все вот это время, да, вот с 2014 года, полмиллиона, и харьковчане понимают судьбу этих людей, и сами хотят, насколько это долго возможно, быть у себя дома. Но приграниченные территории Харьковской области эвакуировали, Харьков будут эвакуировать, и какие для этого есть условия? Ну, во-первых, это зависит от того, в какой стадии будет ведение боевых действий вокруг Харькова. Понятно, роль и значение Харькова, то есть, с военной точки зрения, это такой, один из форпостов сопротивления, борьбы. Это было очевидно еще в 2014 году, когда они хотели там подкопом руководства, все остальное решать, эти вопросы им не удалось. Это мы видели, как они планировали операцию, и в декабре месяце с 2021 года была конференция фонда Денавра в Харькове, выступала, говорил, что вот, смотрите, группировки распределились с трех сторон вокруг Украины, и та, которая через границу против Харькова, это те, которые будут действовать, причем в ближайшее время. Есть записи, видео, на которые потом позднее еще одну конференцию проводили, и показывали, кто как говорил до начала войны. Я говорил, и показывал, какие силы против Харькова были сосредоточены, и что они будут, каким образом действовать против Харькова. К сожалению, с точки зрения войны это сложилось, ну, а с точки зрения каких-то прогнозов моих, ну, вот они таким образом оправдались. На текущий момент, не связано с тем, что зашли там российские или как-то на применение управляемых авиационных бомб, а в том, что они поднаторели, и слово такое, да, в русском языке, на применение этих бомб на Бахмуте, на Авдеевке, на Марьинке, и они масштабировали такие вроде возможностей, и эти возможности на полтонны, тонну, полторы тонны, и сейчас, как мы видим, они начали производство трехтонных бомб и приспособления, которые бы к обыкновенным авиационным бомбам устанавливать крылья, систему наведения и становятся точными, более точными управляемыми бомбами. Поскольку это оружие эффективно, они используют везде, где есть такие возможности. Причем здесь уникальные географические возможности от Харькова 35 километров до границы, поэтому они со своей территории могут разгонять Су-34, поднимаются на высоту, там, например, до 10 километров и пускают эти бомбы, они могут лететь на 70 километров, понимаете, и точно потом попадать. То есть, там такие условия, которые вот позволяют эффективно применять эти средства, которых у них становится и больше и больше. На текущий момент понятно, что из нарративов ситуация, связанная с операцией против Киева, которая требует от 200 тысяч и больше нет у них сил. И даже Харькова это 1150 надо, на текущий момент там тоже таких сил нет. Но поскольку Харьков, который сакрально Путину как кость в горле, то есть русскоязычный во многом, как они в 14-м году не сдали, хотя купили, а потом стреляли, разбирались, куда ушли эти деньги, но не сложилась сдача Харькова тогда, не получился захват в 22-м году, и поэтому не оставляют идею сейчас, но пока вот у них мы с вами проанализировали, сосредоточились на востоке и на юге. Сил на другое не хватает, хотя где-то в глубинке 8 дивизий готовят на 120 тысяч. Мы с вами оговаривали 150 тысяч срочную службу призывают, то есть если еще пойдут на мобилизационные, хотя мобилизация скрыта, разные формы у них продолжаются, то есть а ресурс для того, чтобы призвать там очередные 200 тысяч или сколько у них есть такая возможность, но на текущий момент они сосредоточили, как мы с вами оговорили уже Донецк и Луганские области из-за политических подходов в решении этих обстоятельств, поэтому в Харькове вот так действительно пока сил нету, но есть средства нанесения ударов, то есть вот готовить к тем операциям, если вдруг наберутся силы, то уже можно сейчас готовить и они это делают. Что значит готовить? А куда они бьют? Ну вот куда они бьют? Когда они бьют по военным отдельным объектам, а так бить для того, чтобы разбивать. А куда они били? Скажем, ну перед этим там и Бахмут, и Авдеевка, перед этим там следа захватывали, Марьинку тоже бьют. Где есть целесообразность, там какая-то агентура срабатывает, что в таких возможно помещениях находятся какие-то там скопления кого-то, чего-то, бить туда более точным. А С-300 например, бить для того, чтобы вы сами об этом говорили, выезжали граждане, ослабевали потенциал самого Харькова и формировать такую санитарную. Путин же сформулировал, санитарная зона это значит, чтобы мы не имели возможности таким образом бить по ним. и вот Харьков включить и построить такую санитарную зону, раз они не могут его захватывать так или иначе, то можно разбивать и готовить к следующим этапам формирования этой санитарной зоны. То есть на перспективу с разрушением они работают, плюс ослабление, чтобы население выезжало, это же проблема и в Украине, если эти люди поют зарубеж нашим союзникам затраты соответствующие финансы, там и так посмотрите, деньги выделяемые на поддержку наших граждан за рубежом по странам как бы уменьшаются из года в год. То есть он реализует таким образом стратегию в военном смысле не до Харькова, а тем более не до столицы, хотя запугивать надо и это делают, пропаганда работает, та же Скобеева и Ижи с ними, Киселев там и прочее. Вот, а военные вопросы сосредотачиваются там, где вот мы с вами проанализировали восток и ил. Да, друзья, пожалуйста, подпишитесь, напишите в комментариях, что думаете. Игорь Александрович Романенко тоже будет отмечен в описании к этому видео. Игорь Александрович, я в конце хотел вот о чем с вами поговорить. Это, конечно, топ-тема обсуждения, это мобилизация. Вообще непонятные цифры. Ну вот, вот просто нам, людям, которые слушают новости, которые пытаются понять вообще вот смысл принятия этого закона вот в том виде, в котором он был принят, в той форме, в которой он был принят. Ну, Игорь Александрович, ну, смотрите, нас миллион человек силы обороны. 500 тысяч не надо, говорит Цирский и Зеленский, надо меньше, 350. Но возраст понизили, потери убитыми, Зеленский говорил, в начало года всего 31 тысяча, аудит какой-то провели, а мобилизация вот такая, с такими нормами, с такими, скажем так, ограничениями. Вот где-то есть ошибка какая-то системная. То ли нам не говорят, какие потери и зачем столько ставить под ружье и в ТЦК, то ли есть какой-то другой смысл в этой мобилизации. Значит, отвечая на этот вопрос, надо чутко представлять, что анализ, к сожалению, многих делается, в том числе и парламентариев, исходя из того, что модные рейтинговые обсуждения заключаются по вопросам, связанные составляющие, может быть, мобилизации, но не приоритетными. Главная задача, вообще, как понятие, мобилизация, это призыв личного состава и пополнения. Значит, нам это, необходимость была об этом в прошлом году. Вообще, мобилизации, не надо украинских инноваций, любое государство, в котором начинается война, широкомасштабная, оно должно сразу же проводить мобилизацию. Но поскольку в первые полгода было достаточно много добровольцев, к этому вот так вот отнеслись, а теперь пожинают плоды этого, потому что проведение нормальное, и когда там общество и все скуют, ТЦК и прочее, а ТЦК не имеет определенных инструментов для проведения нормальное, потому что вообще это форма, когда командование сухопутными войсками, которое должно заниматься войной, и больше всего там личного состава находится, тот же Сырский одновременно должен заниматься мобилизацией. Сырский воевал за Киев, в Харькове, потом Солидар, Бахмут, и одновременно Сырский возглавляет по действующей на текущий момент, вот до этого, это оставили, кстати, заниматься должен мобилизацией. Это нонсенс, это, скажем, архаизмы от прошлого советского, то есть мы перешли, переходим к системе натовской, англосаксонской, а Советский Союз и россияне оставались в прусской системе, где генеральный штаб входил в состав Министерства обороны, ну и там наследки, в том числе последствия, в том числе и по мобилизации. Обсуждая четыре месяца этот закон, не сосредотачиваясь на том, что закон мобилизации, ну, во-первых, военные стани, которые у нас есть, про демобилизацию, во время мобилизации, разговора вообще по закону не должно идти. Во-вторых, для того, чтобы реализовывать, ну и потом демобилизацию надо отличать, там вопрос увольнения со срочной службы, не срочное, а увольнение из сил обороны Украины в ходе ведения боевых действий. Вот там могут быть по семейным, по здоровью, хотели отдельную как бы сделать статью, значит, по сроку службы, те, кто начали воевать и так далее. А обсуждать надо вопросы, все вот на этом как бы модном сосредотачиваются, ведут и там отдельные политические силы заявляют, что это вообще цинично, исключили вопрос рассмотрения, значит, по срокам увольнения. Почему? А потому что, я уже говорю, что не рассматривается вопрос как главный в мобилизации первостепенной, это набор людей, потом их вооружение, обучение и поставки на фронт. У нас некомплект очень серьезной бригады, которые воюют. А как может быть некомплект с более чем миллионными силами обороны? Я отмечаю, вы дослушайте, значит, потому что у россиян гораздо больше их потенциала, то есть на количество людей, вы же посмотрите, вы смотрите передачи и посмотрите, как наши за день повоевали, уничтожили много техники, вооружения личного состава, на утро они пополнились, у них постоянное пополнение, а у нас пополнения нет, у нас еще раз подчеркиваю, некомплект наших частей, которые находятся там. Для того, чтобы, плюс, если бы стабильно вести боевые действия, в том числе, обороны, нужны резервы. У нас стратегического резерва вообще нет, у нас в потугах и на отдельных направлениях формируются оперативные, ну и на тактической, где перегруппируются, как в районе урожайного, где-то сконцентрируют силы, вот таким образом возникают как бы резервы, а в остальном мы имеем то, что имеем по сравнению с Российской Федерацией, это серьезнейший вопрос. Используя вот такую укомплектованность, они наступают с конца прошлого года. Вот с чего надо начинать, это главная задача. И для того, чтобы проводить ротацию или вводить увольнение состава вооруженных сил, надо сначала завести людей, которые бы обеспечивали. Это букварь военный, вы открываете и вы там прочитаете. Для того, чтобы выводить на ротацию отдых все остальное войска, сначала надо завести новые, те там совместно, ведя боевые действия, которые время адаптируются, а потом выводить. Как можно? Это только у нас додумались. Россия с 1 апреля призывает 150 тысяч молодого пополнения в срочную службу. А мы в мае, в условиях, когда мы отступаем, мы увольняем свою срочную службу. Тяжело всем, в том числе и им. Но разве можно сравнить условия выполнения задачи срочной службы, которые не наши, которые не участвовали в боевых действиях, и те, которые военные сейчас выполняют задачи в условиях неукомплектованности бригад? Нет. Но почему-то издали указ, который будет увольнять срочную службу. Будет увольнять, а мы не набрали. Там разговоры 500 тысяч, 450 не надо. Да давайте, да вы наберите 100 тысяч хотя бы. Вы пополните минимум, минимум в условиях, когда мы отступаем, вы пополните бригаду. У нас говорят, есть бригада, нет вооружения. Значит, за счет этих бригад надо первую выполнить задачу по поводу личного состава. Это пополнение воюющих бригад на линии соприкосновения. Вы посмотрите, каким образом выступают те военные, которые оттуда не спроста, а эти 15, ну, понятно, там завели комбригов в парламент. Но посмотрите, что они говорят. Не хотите комбригов, пускай отельные прорываются, говорят, значит, военнослужащие по разным каналам, и у нас разные блогеры, они говорят, главное, за которое мы можем решить, это, значит, надо организовать его комплектованность наших бригад. Значит, с вооружением сложно, союзники помогают, не помогают. Своим ВПК мы еще не в состоянии, всего на 10% потребность пополняем силы обороны Украины, а по личному составу это наша внутренняя задача. Поэтому здесь состояние вот именно такое. Так что не надо говорить о полумиллионе или сколько, то надо выполнить хотя бы ближайшие. Вот они слегка, этот закон принципиально стратегически не решает, потому что не хватило мужества и всего остального принять такой закон. Мы говорим, что 4 месяца обсуждали вопросы, так сказать, следующие, которые можно рассматривать, традиционные и прочие, если пополнить, а нет пополнения, ротировать не с чего. Вот так и будет, как и сейчас происходит, тает по количеству, потери есть, естественно, война идет, а пополнений существенных нет. И это очень серьезная проблема, которая может привести к очень серьезным последствиям. И здесь решительно надо использовать вот эти изменения, которые незначительно, так сказать, улучшат ситуацию. Там за счет с 27 до 25 лет, ну и в целом решен вопрос за счет милизации. Первые, которые на столе должны быть обликованы все гражданы мужского с 18 до 60, лет. Причем все, кто раньше были, значит, за два месяца они должны найти сами каждый гражданин возможность и стать на этот учет. Дальше наступает юридическая ответственность. И вот отношение к вооруженным силам мужчина с 18 до 60 лет документ должен нести война. Это давно. Вы посмотрите, во все времена, как это, так сказать, государства, которые ведут войны, используются, он должен иметь с собой, чтобы было четко ясно, какое отношение он имеет к защите государства во время такой войны. Ну так у нас нет состояния войны. У нас есть широкомасштабная война, юридического нам вполне этого хватает. Не надо хвататься на определение, надо говорить по сути. Если бы мы перешли к состоянию войны, то помощь по вооружению техники прекратилась не только от Соединенных Штатов, а от всех наших или большинства союзников. У них законы, это действительно. Почему вы об этом не говорите? Вот если мы перейдем... Так у нас она и так прекратилась. Я вам говорю, это от американцев, но и не в полной мере. Есть, так сказать, закрытые моменты, которые есть пропаганда, информационная деятельность, а есть по сути. Но остальные помогают. Но если мы переходим в состояние войны, по законодательству большинства государств, союзников, помощь прекращается от них. То есть Европа, государства, союзники помогают нам и наращивают темпы помощи, чтобы компенсировать недопоставки американские, а если принять и перейти в состояние войны, то прекращается такая. Вы же это знаете? Знаете. Значит, об этом надо говорить. Что делать, Игорь Александрович, когда условно немотивированных, мобилизованных через ТЦК с бусиками, ну, эти видео вы тоже видите неоднократно, людей отправить в части, где, ну, недовольные... Ну, подождите, где, где, где недовольные солдаты, которые думали, что примут этот закон и будет возможность демобилизировать. Получается, недовольных к недовольным... ...не, скажем, в сторону того, что как нам укрепляться, а как бы объяснять, как погано, и, значит, несмотря на то, что приняли закон, будет еще более худше становиться, потому что вот такое направление как бы сформировали. Так я вам скажу, изначально, и первое, что такое государство? Это до нас придумано, исторически утверждено, это аппарат принуждения в данном государстве действий всех в интересах большинства. Все. И войны, которые были под этим, как раз показывали часть мотивированных, часть немотивированные, но были гражданы, которые все пользовались какими-то преимуществами того, что они жили в этом государстве, а теперь, согласно нашей Конституции, должны выполнять свои обязанности по их защите. Значит, принципиальный вопрос, независимо от их желания, мотивации, но они должны это делать, и поэтому без сомнения это надо реализовывать. Теперь разговор мотивированный или нет? Конечно, мотивированные это эффективные военнослужащие, их надо, чтобы было как можно больше. Для этого надо рекрутинговые использовать, для этого много чего, кстати, в законе финансы, в частности, мотивация, есть попытки того, чтобы это делал. А так, несмотря на такие подходы, подготовка вы сказали, потом вы как-то подзабыли и сказали, не сразу призвали и отправили на фронт, тоже старый, так сказать, подход, чуть ли не российский нарратив. Это не российский нарратив, подождите, призван, человек призван, через две недели он уже под Авдеевкой. Эти случаи мы видели, ну, подождите. Разные, которые были, они есть исключения, у нас по закону сейчас введено, что они должны пройти соответствующие подготовки. Раша была, по-разному было, если будет ухудшение такое, что они пойдут дальше, вообще, независимо от этого, закон будут призывать, почему вообще-то автоматы раздавали в начале войны? Кого-то что-то говорили, надо было защищаться, не по законодательству, не почему, раздавали автоматы, в том числе в Киеве, для того, чтобы бороться. придет такое, если вдруг придет, то надо будет обороняться. А пока в законе определено, что базовая подготовка не меньше двух месяцев, это делается сначала базовый месяц и еще месяц по специализации в центрах, которые есть. Но наиболее эффективный, возвращаясь к этому, это подготовленный солдат. И в этом разговор, а не в том, что вы сейчас, ну, найдите Петренко, Сидоренко или Козленко, который там как-то попал, и теперь что-то как-то случилось, это было и есть, к сожалению, будет. Потому что война, она нарушает многие принципы и реализации тех же законов. Однако, требования закона и подходы, которые, потому что военные на фронте сами заинтересованы, чтобы пришли, ну, во-первых, мотивированные, во-вторых, подготовленные. И если не мотивированные, то желательно подготовленные. Потому что, когда попадает человек в эти условия, он думает, как, что выполнять задачи, как выживать в этих условиях. Поэтому срабатывают еще вот такой подход. Игорь Александрович, главный вопрос. Есть много противоречий, да, там военные записывают в тиктоках видео с передовой, то, что они недовольны. Есть тренд под названием ух и лянт, где из-за рубежа мужчины себя снимают и показывают, что... В общем, такая идет диспозиция, да. Я вот хочу задать вам вопрос, вот это будет работать? Как вам кажется? Это законодательство, которое принято. Весь вопрос в степени работает. Мы уже с вами мельком говорили о том, что решен вопрос изначально и пока не принципиально и решительно. Это еще впереди. Если усугубится ситуация, вынуждена будет власть более решительная переформатировать этот закон. Вот. А пока изначально, что должны, для того, чтобы знать, сколько есть и как используют, надо взять на учет. И вот эта функция, я думаю, ну, отчасти, значит, эта работа идет и в техническом обеспечении этого вопроса, ну, и по сути, по законодательству. То есть все с 18 до 60, а потом рассматривать, кто и как может выполнять задачи по безопасности обеспечения участия своего государства. То есть кто-то по здоровью не может, кто-то по семейным обстоятельствам, ну, и так далее. И теперь даются возможности, значит, вот при наличии документ должен быть всегда с этими гражданами, мужчинами, и не ТЦК или там кто-то представитель, а этим будут, в том числе, заниматься полицейские. Остановили, должен предстоять документ, нет документа, значит, есть полномочия, его участок препровождать для того, чтобы разбираться, кто и что, то есть почему он нарушает этот закон. Ну, в принципе, понятно, почему теперь у полицейских бронь. Бронь у полицейских не на всех. Часть, то есть вообще, мой принцип, о котором я говорю, что все государственные случаи во время широкомасштабной войны, причем это опыт, опять-таки, и других государств, это не украинский новация или подход, они, государственные случаи, все должны перейти через войну непосредственно. Поэтому, ну, во-первых, полицейские, не говоря уж там о национальной гвардии, остальные принимают участие в силах обороны Украины, в том числе и бригады известные имеются, и пограничные, и полицейские, и так далее. А сейчас, несмотря на то, что действительно имеет место, что фактически сейчас полицейские структуры, вы знаете, что по кадровым вопросам почти полностью закрылись. То есть, что такое закрылись? Всех укомплектовали. А почему? Потому что таким образом вот рассчитывали на стопроцентную броню. А там, значит, часть только, они на все не забронированы, то есть, часть из них вообще подпадает под призыв и в структуры сил обороны Украины непосредственно на фронте, только часть остается. Это такое половинчатое, но это говорит о том, что они будут задействованы и в поисках ресурсов, о которых мы с вами говорили, ну, для начала укомплектования оперативных ресурсов, а потом выход и на стратегический ресурс для того, чтобы проводить деоккупационные действия, надо реализовывать контнаступательные операции, для этого нужен резерв. Поэтому внутреннее задачи это сформирование этого резерва, в том числе за счет полицейских, хотя, как мы с вами говорили. Ну, получается, в армию есть только вход, а выход это победа и окончание войны. выход есть, и вы соглашаетесь здесь с вами, он связан с тем, что надо побеждать, и у нас усвоен, потому что для нас эта война экзистенцийная, то есть за свое существование государства и нации, со всеми вытекающими подходами для каждого из нас в отдельности и вместе взятых всех. Вот так. Игорь Романенко был моим собеседником сегодня, и я благодарю вас, товарищ генерал, за время и мысль. Спасибо и вам. Берегите себя, друзья, всем добра и света. Увидимся. До скорого.